Нынче немецкие танки едут под Болхов, не прорываясь боями, а на Камазе и в качестве реквизита. Вот этим немцам будет помогать реплика фашистского панцеркампф-вагона. Увы, привезенный на поле у Кривцовского мемориала Т-3 уже растерял собственные ходовые качества во время других военно-исторических реконструкций. Но танк и его десант не сдаются и таки готовы принять участие в постановке боя, который проходил именно здесь, но в 1942 году, 31 марта. Этот бой решили восстановить поисковики из межрегионального объединения «Костер», которые и работают из года в год в этих местах. Еще реконструкторы даже из московских клубов и моделисты-восстановитель военной техники Юрий Лисягин. А еще первый областной телеканал. Сделано на базе УАЗика. УАЗа 469-й. Общими усилиями решили снять документальную короткометражку, посвященную почти неизвестному подвигу, который совершили здесь 27 красноармейцев. Они прикрывали отход за АКУ в тыл своего 870-го стрелкового полка 287-й дивизии. Отсутствие гусеницу танка решено замаскировать дымом. Впрочем, танк то и дело гадел и взрывался. Ему и полагалось. Ведь против немцев здесь тогда встала неполная рота ПТР противотанковых ружей. Ружья те, броневые машины немцев, успешно дырявили. Пусть для этого и требовалось несколько попаданий. В немцев наступление было запланировано наступление по полной очистке Кривцовских высот. В смысле наших войск. Это по-русски говоря зачистка была. И вот 27 ПТРовцев, они вступили в неравную схватку с немецкими танками. Часть из них погибла, часть попала в плен. Но сражались они героически весь день. И хочу сказать, что он равносильный подвигу Панфиловцев. Но Панфиловцев еще стоит вопрос под вопросом. Здесь же все документы, архивы. Четко, ясно прослеживается этот подвиг. Да, по одной из версий, широко известный подвиг Панфиловцев в ноябре 41-го у разъезда Дубосекова в некоторой части миф и порождение советской пропаганды вполне объяснимое. Панфиловцев из 4-й роты, встретивших немца под Москвой, было не 28, а 128 и, быть может, даже больше. Общими силами они уничтожили 18 танков врага и покрушили немало его пехоты. А у двух Кривцовских высот было 27 бойцов. И танков они уничтожили столько же. Плюс 300 вражьих пехотинцев, которых у немцев было принято называть панцир-гренадерами. И никто об этом не знает, кроме краеведов, прозвавших наших бронебойщиков Кривцовскими Панфиловцами. Кстати, командовал ими уроженец Орловщины Василий Бельков. Известны и все прочие имена. А сам бой и подвиг, увы, неизвестен. Чтобы все изменилось и решено снять эту короткометражку. И все, кто взялся за работу, говорят, отступать некуда. Присоединиться может каждый. Как и в 42-м году, нужны, выражаясь образно, патроны. Сергей Быковский, Антон Промыслов, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.